Задание легенд Гризли, наконец-то я приступлю к этому. Так, возможность возрождения, не знаю, что это. Ух ты. Давно, давно я этого хотел, ребят, давно. Так, короче, давайте отправимся именно в крепость Мерапид. Мы, в принципе, здесь и находимся. Раньше крепость Мерапид казалась нам жуткой, но сейчас можно с уверенностью сказать, что ничего страшного в ней нет. Здесь есть установленное расписание, гарантированное питание и даже можно покупать всевозможные вещи. Неудивительно, что многие не хотят покидать это место. Да, это правда. А ты имеешь в виду Ризли? Он, безусловно, выдающийся руководитель. Несмотря на грозный вид, он довольно легок в общении, если с ним побеседовать пару раз. Паймон задается вопросом, как он относится к обитателям крепости. Так же, как к нам или с плохими парнями он суровее. Скорее всего, у него припасено немало приемников. Приемчиков. А на все случаи жизни, прошу прощения. Да, уж наверняка он делает все правильно, раз поддерживает здесь порядок, не создавая при этом ощущения угнетенности. Прошу прощения, здесь кто-то есть. Не могли бы вы оказать мне услугу? Паймон готова поклясться, что только что что-то слышала. Да, я тоже. Извините, а я здесь... Кто-нибудь есть тут? Не могли бы вы оказать мне услугу, пожалуйста? Нет, Паймон не ослышалось. Там точно кто-то есть. Но Паймон никого не видит. Вы меня слышите? Большое спасибо. Я здесь, в этом большом ящике. Ты в ящике? Неудивительно, что Паймон тебя не заметила. Макси, плей, давай посмотрим. И зачем ты спрячешься, если бы мы случайно не проходили мимо, ты мог бы просидеть здесь несколько дней? Да, все не так просто. Мы можем поговорить об этом позже. Кто-то сбросил тебе... Подождите, раздел тебя до гола, что ли, те кто-то? О, это ужасно. Неужели кто-то в заправду так с тобой поступил? Нет, 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 ничего настолько страшного. Мне просто нужна помощь, чтобы найти головной убор. И все? Но почему ты сам не можешь поискать? А, Паймон поняла. Наверное, с твоими волосами что-то случилось. Паймон, давай не будем задавать подобные вопросы. Ну, ой, ну прости, прости. Так вот, что произошло? Паймон все поняла. Неудивительно, что тебе пришлось спрятаться в этом ящике. Тебе нужно вернуть свой головной убор? Сейчас поищем. Кстати, он как выглядит-то? Вероятнее всего, меня не поняли, но неважно, просто помогите найти. Он мягкий, коричневого цвета, ничего особенного. Наверное, я потерял его около подъемника, у входа было жарко, поэтому я снял, чтобы немного вздремнуть. Но когда я проснулся, головного убора-то нету. Она очень важна для меня, поэтому ваша помощь будет неоценима. Я буду ждать вас здесь. Да не волнуйся, мы скоро вернемся. Я думал, головной убором называют парик, а не шляпа, но когда она, я услышал туда. Поищите головной убор рядом с подъемником. Это где-то снизу, да? Паймон ничего здесь не видится. Давай посмотрим в другом месте. Осмотреть. Где же она? Это займет больше времени, чем Паймон рассчитывала. В воде-то уже ничего нет, Паймон подумал. И вдруг он оказался в воде. Мы искали везде, но так и не нашли ничего похожего. Можно просто купить. Отличная идея. Если ему нужно всего лишь покрыть голову, то не важно чем. Давай заглянем в магазин тряпьё и кости. Если мне не изменяет память, то там есть самые разные вещи. Да, я заплачу только за головной убор. А? Ну, откуда ты знаешь, о чем подумала Паймон-то? От тебя ничего не ускользнет. Надо пойти и посмотреть, что там продается. Ммм, где? А, погодите. А туда можно попасть, по-моему, отсюда, да? Я надеюсь. Нет? Ладно, я пошутил. Так. Вот этот магазин, всё ясно. Давно я не бывал здесь. Насколько Пайман помнит, тут был другой владелец. Ах, я подменяю господина Альварда, пока он пополняет ассортимент магазина. Погоди-ка, белокурая чужеземка из чужой страны и сопровождение покрытого глазурью летающего пряничного человека. Вы должно быть легендарной путешественницей, ее верная спутница Паймон. Нет, ну, ты отчасти прав. Пайман, конечно, верная спутница-путешественница, но Пайман никакой не пряничный человек. Простите. Просто прошу прощения, но не думал, что у меня будет возможность увидеть вас воочию, поэтому я слегка увлекся. Надеюсь, ваши великодушные сердца простят мне мою неучтивость. По сути, я никто, и звать меня никак. Ой, ну не надо так принижать-то себя. Дело в том, что Пайман дюжина доела эти фразочки про живую еду. Слухи о ваших героических деяниях на острове Эриней дошли до крепости Меропии. Мы слышали, что вас лично принял его светлость, герцог, когда вы прибыли сюда. Ах, вам так все завидовали. А потом вы стали любимицами его светлости с герцогом, поэтому вполне естественно, что все хотят познакомиться с вами. Значит, все дело в нем. Я сразу понял, что ты оценишь честность, ведь я тоже оказался здесь, только потому что слышал, что господин Альбард хороший друг герцога. И хотя с тех пор я лишь мельком видел его светлость, волей судьбы я быстро подружился с господином Альбардом. У каждого есть свои планы, но чем пытаться заставить что-то ставить реальностью, зачастую лучше просто плыть по течению. Ай, теперь ты пытаешься подлизаться к нам, да? Я говорил правду, когда называл вас легендами, и для меня действительно большая честь познакомиться с вами, но хватит об этом, вы что-то еще хотите? Ищите? Мужскую шляпу? Ну хорошо, что-нибудь еще? Что это она осматривает? Не стесняйтесь, выбирайте все, что душе угодно, все за мой счет. Погоди, но это же нельзя быть таким добрым. Мне не платят за то, что я присматриваю за магазином. Вместо оплаты Мора или премиальными купонами, господин Альбард обычно позволяет мне выбирать товары. В последнее время жизнь стала налаживаться, так что я могу освободить вас от оплаты. Друзей не бывает много. Ну если так рассуждать. Понятно. Паймен сейчас все хорошенько осмотрит. После минутного колебания Паймен выбирает две закуски. Ты уверена, что не хочешь взять больше? Такая возможность выпадает не каждый день, знаешь ли. Да, и все в порядке. Двух будет достаточно. Никогда бы не подумал, что ты окажешься от халявы. Да это совсем другое. Когда владелец предлагает все бесплатно. Наставим Паймен на логию, но потом сейчас у нас есть дела поважнее. Бедняга, наверное, до сих пор ждет нас. Большое спасибо. Аригато. Нам пора. Конечно. Спасибо за ваше покровительство. Буду признателен, если бы в следующий раз при разговоре с его светлостью вы замолвите словечко за наш магазин. Он очень хитрый способ получил... получить отзывы хорошие. Да, да, да. Нас долго не было. Паймен надеется, что парень в ящике не потерял сознание от недостатка кислорода. Шляпа реально есть. Плюс один. Отлично. А это выше. Постучать по сундуку. Можешь выходить. Мы нашли твою шляпу. Правда? О, Наргон, ты, вы спасли мне жизнь. Подождите. Что? Так ты не лысый. У тебя на голове целая... Копна волос. Я... Я же сказал, что это было недопонимание. Мои волосы тут ни при чем. Подождите. Это не мое. Зато у тебя теперь есть новая шляпа. Мы очень старались найти твою, но безрезультативно... Результатно. Точнее, нам ее подарили. Понятно. Большое спасибо. Я очень вам благодарен, но, к сожалению, у меня особенный головной убор. Ондор, тебе как память? Ну... Извините, я не могу это объяснить. Да, и время поджимает, так что, наверное, я подожду, продолжу поиски. Если ты ищешь берет, я только что подобрал его. Это твой. Ваша светлость. Привет, Резли. Давно не виделись. Сегодня выдался спокойный день, и я решил немного прогуляться, даже если у тебя посторонний... просторный кабинет подышать воздухом... свежим очень полезно. Признаться, я ничуть не удивлен увидеть вас здесь. Вы никогда не откажете в просьбе о помощи. Ух ты. В конце концов, так поступает хорошая искательница приключений. Неужели, может быть, мне стоит попросить их открыть филиал в этом подводном мире? Насколько я помню, головные уборы очень важны для членов общества Берец. Больше не теряй. В следующий раз удача может отвернуться от тебя. Понятно. Большое вам спасибо. Ваша светлость. Тогда... Тогда я пойду, и я ухожу. Он шляпу прихватил? Какой-то он странный. Почему его так заботит, что на голову надеть? Он здесь что-то не... Что-то не так. Когда он увидел тебя, он словно увидел привидение. Да вовсе нет. На самом деле, члены общества Берета образцовые заключенные. Они много работают, и никогда не попадают в неприятности. В общем, они существенно облегчают мою работу. Что касается его, я думаю, он просто интроверт. Нередко наиболее застенчивые заключенные пугаются, когда я внезапно появляюсь. Застенчивый? Ну, есть заключенные, которые боятся разговаривать с людьми? Заключенные это все-таки люди. Преступления и мотивов у них столько же, сколько звезд на небе. Представление о преступниках как об эгоистичной, бессердечной твари. Это всего лишь стереотип. Такие ярлыки никогда не смогут отразить всю сложность отдельной личности. Что он за человек и почему совершил преступление мы никогда уз... никогда не узнаем об этом, если заключенный не поделится с нами своей историей. Да, ты прав. Главное, что это не имеет для тебя смысл. Что это за общество берет? Хотя большинство обществ здесь попросту превращают единичные драки в массовые, но общество берет является исключением, поскольку вместо этого пытается экспериментировать с новыми и интересными вещами. Если у вас найдется минутка, давайте перекусим в купонной столовой и поболтаем. Если после этого вам будет интересно побольше узнать о беретах, я могу отвезти вас на их обычное место сбора. Пайман не самая большая поклонница этой столовой, но если мы собираемся поболтать, идем. Хорошо, идите за мной. Возможность возрождения. Но я как не туда. А, я могу сигануться, отлично. Резли, резли. Добро пожаловать, ваша светлость и путешественница. Не желаете ли три порции бесплатного питания? К сожалению, нас не предупредили о вашем визите заранее, поэтому мы не приготовили сегодня роскошное бесплатное питание. Тогда я, пожалуй, воздержусь, а вы? Я не голодаю. А, и тогда Паймон тоже спас. Паймон побережет свой желудок для чего-нибудь получше. Какая жалость. Похоже, никто из нас не может по достоинству оценить твое мастерство, Вулси. В таком случае, мне остается лишь упоминать вашу милость найти для меня побольше ингредиентов умолять, чтобы я мог придумать новые рецепты бесплатного питания. Если у вас нет настроения для еды, я могу принести напитки. Мы только что получили несколько отличных партий сверху. Да, будь добр, пожалуйста, Паймон не знал, что в этом месте можно купить товары, не входящие в программу бесплатного питания. А, не, не для всех. Считаю, что это особое угощение для вип-персон. А, именно это Паймон хотел услышать. В таком случае две бутылки напитка для Паймон, Две бутылки напитка. Одну секунду. Спустя некоторое время вузы приносят напитки для всех. Ваша первая встреча случилась очень быстро. На последующие события всецело поглотили нас, поэтому у нас не было времени на непринужденную беседу. По правде говоря, я очень люблю историю. Конечно, мне уже много рассказали о ваших деяниях в фонтене, но я хотел бы услышать о них из первых уст. Это долгая история. Мы боролись за справедливость. Весьма похвально. Не у всех, кто имеет мужество рисковать жизнью ради своих идеалов, хватает сил на то, чтобы остаться невредимыми. Если бы вы обладали замечательными качествами, у меня, вероятно, не было бы шанса завязать с вами знакомство. Байман, возникло ощущение, что ты пытаешься нам польстить. Этот парень, с которым мы разговаривали до этого, явно пытался заручиться нашей поддержкой, но ты же герцог, зачем тебе переманивать нас на свою сторону? По большему счету, вы могли помогли мне и крепости сохранить нашу автономию. Разве это так странно, что мне хочется сказать несколько комплиментов, полных искреннего восхищения? Если только совсем немного. А так, это вопрос доверия. К сожалению, я не могу похвастаться столь же интересным рассказом о себе. Меня насудили и отправили сюда в юном возрасте. Я стал главным только после того, как я потратил много времени на то, чтобы разобраться во внутреннем устройстве крепости. Власть и контроль принимают различные формы. Одни из них справедливы и этичны, другие не очень. А поскольку всем мы грешны, то побеждает тот, кто победил, независимо от того, как ему удалось подняться на вершину. Ну что, скажете, вам стало немного спокойней, правда? Да вроде того. Ты сильно отличаешься от большинства людей, которых мы встречали до сих пор. Я в курсе. Но это не меняет моего мнения о вас. Мне бы очень хотелось сохранить с вами дружеские отношения. Мне бы этого тоже хотелось. Вау. Ваша светлость, мы последовали вашему указанию и обнаружили в последней партии груза ящик с контрабандой. Он был очень хорошо спрятан. Мы установили, что отправители давно используют этот способ, чтобы провозить контрабанду. Мы пытаемся отследить ее источник. Понятно. Оставь ящик на месте и немедленно свяжись со мной, если будут успехи. Свободны. Так точно, ваша светлость. Прошу прощения, я чуть не забыл об этом деле. Нана говорила о контрабанде. Это что-то вроде опасных грузов, да? Не обязательно. Этот термин применяется ко всему, что пытаются вести тайком. Многие здесь имеют вытаскивать кроликов из самых обычных шляп, и поэтому приходится все тщательно осматривать. Итак, что у нас тут? Ааа, примерно этого я ожидал. Ух ты, это же настоящий ящик с сюрпризами. Мору, закуски, пряжа, веревка, механические детали, и даже самоцвет. Стоп, если ты конфискуешь этот ящик, значит, все это теперь принадлежит тебе? Да, мы же не можем отправить все обратно наверх. Что? Ну, это же невероятная прибыль. Макси Плей, почему бы тебе тоже не стать герцогом? Герцогиней? А ты Пайман? Пайман будет твоей хранительницей сокровищницы. Шутки в сторону? Я не знал, что вас так заинтересует этот ящик. Давайте так. Вы можете выбрать все, что захотите. Считайте это моим подарком. Правда? А ты позволишь Пайман забрать это что угодно? Даже не думай взять свои слова назад. У Пайман глаз намет у нас сокровища. Я никогда не шучу на такие темы. Хорошо, позволь Пайман посмотреть. Пайман хочет вот это. Этот темный сверкающий самоцвет наверняка он стоит целую кучу моря. Оу. Это плохо. Вообще это забудь. Пайман больше не хочет этот самоцвет. Пайман может выбрать что-нибудь другое. Тебе нехорошо. Этот самоцвет какой-то странный. Пайман вспомнила много плохого, когда взяла его в руки. Пайман не могла заглушить воспоминания. Самоцвет как будто вытягивал их прямо из мозга Паймана. Это было ужасно. Неужели? Дай мне попробовать. Пайман права. На меня тоже наклынули неприятные воспоминания. Дай я попробую. Уверена? Опыт довольно неприятный. Я немного отличаюсь от других. Понимаю, тогда конечно действуй. Я не думаю, что это вызовет необратимые последствия для организма. Нифига себе. Ты в порядке, Макси Плей Айти тоже что-то увидела, да? Да, все в точности так, как вы говорили. В таком случае я возьму этот самоцвет и проведу тщательное исследование его свойств. Пайман не стесняйся, выбери что-нибудь другое. Тогда вообще-то не важно. Пайман пожалуй воздержится. Пайман подумала об одной из закусок, но кто знает, не станет ли от нее тошно? Разумное решение. Весьма разумное. Думаю, нам следует уничтожить ящик и его содержимое. Похоже, мы почти допили. Пойдемте проверим место сбора общества. Я вас представлю и мы сможем продолжить нашу беседу. У тебя каждый день свободный что-ли? Только заметила, я в первую нашу встречу, я тоже был весьма свободен. Первая часть закончена, ребят, продолжение следует. Это гордость общества Берец будет у нас доступна в следующем видео. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока. пока. Субтитры